Осень 1941 года. Немецкие танки стремительно приближаются к Москве. До советской столицы им остается менее 100 километров. Гитлер отдает приказ направить в войска парадные мундиры для триумфального шествия по Красной площади. Весь мир ждет новостей о падении русской столицы. В этот момент с трибуны Ленинского мавзолея перед войсками выступил Иосиф Сталин. Он первым из советских вождей обратился к патриотическим чувствам русского народа. Прямо с площади красноармейцы отправились на фронт. Такая вера была, что Сталин – это единственный опор и лидер, которому можно было служить и доверять. В современной исторической науке до сих пор нет единой оценки личности Сталина. Его влияние на ход Великой Отечественной войны остается предметом споров и дискуссий. Когда знакомишься с реальными документами, возникает совсем другой, немедийный образ Сталина. Как Сталин руководил страной в самые тяжелые периоды войны? Какие его решения оказались роковыми, а какие спасительными? И правда ли, что только он виновен в огромных жертвах советского народа? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Москве открылся 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. На нем присутствовало 1349 делегатов, среди которых были гости из 55 стран мира. Главное событие этого съезда произошло в последний день его работы – утром 25 февраля. На закрытом заседании первый секретарь ЦК Никита Хрущев выступил с докладом о культе личности Сталина и его последствиях. В нем он дал развернутую критику всего правления Сталина и особенно его деятельности в годы Великой Отечественной войны. В своем выступлении он сказал «Грозная опасность, которая нависла над нашей Родиной, явилась результатом порочных методов руководства страной со стороны Сталина. Сталин был очень далек от понимания реальной обстановки, которая складывалась на фронтах. Операции он планировал по глобусу. Он считал, что никогда не ошибается, что он всегда прав». Сталин усиленно популяризировал себя как великого полководца. Всеми способами внедрял в сознание людей ту версию, что все победы, одержанные советским народом в Великой Отечественной войне, являются результатом мужества, доблести, гения Сталина и никого больше. «Товарищи, нам нужно решительно раз и навсегда развенчать культ личности Сталина». После выступления никаких прений обсуждений доклада не проводилось, а его текст не был опубликован в официальных документах съезда. Он провел это совещание, которое, как писали очевидцы, проходило в полнейшей тишине, что даже слышно было, как мухи летают, и потрясло весь зал, конечно. Но закрытым он не стал, потому что члены ЦК получили указания на местах провести такие же закрытые совещания секретарями обкомов, горкомов, и страна узнала об этом. И, конечно, разделила страну на два лагеря. То есть одни за Сталина, не верили, что это все было, другие, наоборот, отчаянно доказывали, что сталинизм – это был период вот именно тех страшных ужасов, которые были. Отметаем все положительное, что сделала страна в эти годы. После 1956 года в нашей стране сложились две противоположные друг другу оценки Сталина. Одни считают его мудрым политиком, другие – кровавым диктатором. Многие расхожие представления о личности Сталина не имеют под собой серьезных оснований. Когда знакомишься с реальными документами, когда читаешь воспоминания людей, которые общались со Сталиным, возникает совсем другой образ Сталина. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Около трех часов ночи первые группы немецких саперов перебрались на советскую территорию. В 3.30 вражеская авиация совершила налеты на крупные города Белоруссии, Украины и Прибалтики. В 4 утра три миллиона немецких солдат атаковали нашу страну по всей западной границе. В советских войсках была потеряна связь, было много убитых и раненых. В эти минуты в Москве было тихо и спокойно. Отпраздновав последний звонок, выпускники неспеша прогуливались по набережным и бульварам, встречая рассвет. В эту ночь Сталин находился в Кремле. В 11 вечера он закончил работу и отправился отдыхать. В 4.05 в приемной раздался телефонный звонок. На проводе взволнованный Жуков. Он сообщил, что немцы бомбят Белоруссию. Никаких точных данных у него нет. Спустя час в Кремле собрались члены правительства и начальник генштаба. Вскоре они узнали о чудовищных последствиях нападения. Сталин немедленно телеграфировал командующим занять оборону и объявить военное положение во всех округах. Около 9 утра он поручил Молотову подготовить обращение к народу. В 12-15 дня оно прозвучало во всех советских радиоприемниках. Граждане и гражданки Советского Союза, Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Для Сталина 22 июня стало шоком, потому что его политика, план, который он имел, не сработал. Отчасти поэтому Сталин не стал выступать 22 июня, а поручил сделать это Молотову как второму человеку в государстве. Впрочем, текст выступления Молотова составляли коллективный. И даже вот эти замечательные финальные слова наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Скорее всего, принадлежат не Молотову, а Сталину. Внезапное нападение Германии поставило Красную Армию на грань катастрофы. К концу июня 250 тысяч советских солдат попали в немецкий плен. Между западными военными округами была полностью потеряна связь. В Белоруссии началась паника. Тысячи солдат без всякой команды бежали из своих частей. В Прибалтике без боя был сдан город Каунас. Латышские и эстонские части массово переходили на сторону немцев. Вермахт стремительно продвигался вглубь территории Прибалтики, Белоруссии и Западной Украины. Есть документы, которые свидетельствуют о том, что наши партийные, государственные органы растерялись в первые дни войны. Сталину сообщали. В Пинске показалось, что будет немецкий десант, и сами взорвали склад боеприпасов. Вдруг пошли слухи, что под Ельней высадились десанты. Никакого десанта там не было. Окружили какой-то лес, в результате сами в себя стреляли. Началась вот эта паническая эвакуация. В первые дни войны Сталин почти не покидал Кремль, изредка выезжая в наркомат обороны. Ежедневно он проводил по несколько совещаний длительностью от трех до восьми часов. Говорят о том, что Сталин растерялся, Сталин бросил Кремль, уехал. Это миф, который был развеян, когда была опубликована тетрадь посетителей Кремля. И там видно, что вплоть до 28-го числа Сталин принимал постоянно членов политбюро, начальников. Так что сказать, что совсем у него руки опустились нельзя. Но, конечно, он был подавлен и потрясен. 28 июня произошла новая катастрофа. Немцы взяли Минск. В плен попало 300 тысяч советских солдат. В результате немецкие дивизии вышли на прямую дорогу к Москве. Сталин 29-го остался на даче. Это выходной день. Но в этот день он дважды выезжает в наркомат обороны, где устраивает разносы Жукову. Доводит его до слез. Что это за штаб, который не имеет точной информации? И вот он произносит тут фразу, которую по-разному истолковывали, что ну все потеряно, когда он выходит. На следующее утро Молотов, Микоян и Ворошилов приехали на ближнюю дачу Сталина. Им нужно было срочно вернуть его в Москву. И 30 июня к Сталину приезжают руководители правительства, которые предлагают Сталину план сформировать Государственный комитет обороны. Но это не значит, как потом писалось, что Сталин вообще бросил все дела. И как было написано в воспоминаниях Микояна, Сталин смотрел на нас, как будто мы пришли его арестовывать. И когда приехали члены Политбюро, то они, наоборот, сказали, что Милосиф Виссарионович, вы должны взять себя в руки и вернуться к управлению страной. 3 июля 1941 года Сталин впервые обратился к народу по радио. Товарищи, граждане, братья и сестры, к вам обращаюсь я. Друзья мои, к гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины, без силы народа, за разгон врага, вперед за нашу победу. Он говорил, как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала врагу ряд городов и районов. Неужели немецко-фашистские войска являются в самом деле непобедимыми войсками? И дальше он менял тон. Конечно, нет. Конечно, нет. И старался внушить доверь, призывал к тотальной войне. Сталин этим обращением показал, что у страны есть твердое руководство, которое не сдастся, которое будет сражаться до конца и делать все, чтобы страна, народ сражались до конца. Летом 1941 года Сталин сосредоточил в своих руках всю власть в стране. Сталин был избран председателем Государственного комитета обороны. Он был председателем Совета министров. Он был народным комиссаром обороны. Практически все сферы деятельности государства были объединены в одних руках, в руках Сталина. Это, конечно, огромная ответственность, но и огромнейшая такая чрезвычайно трудоемкая работа, которую он очень хорошо и достойно овладел. В первую очередь Сталин наказал тех, кто, по его мнению, был виновен в отступлении Красной Армии. 22 июля 1941 года были расстреляны командующий Западным фронтом Павлов, начальник связи Западного фронта Григорьев, командующий 4-й армией Коробков, начальник штаба фронта Климовских. Началась чехарда руководителей. Каждый военачальник лично отвечал перед Сталиным за ситуацию на фронте. Из воспоминаний Василевского. В первое время Сталин был неоправданно самоуверен, переоценивал свои силы и знания в руководстве войной. Он исходил из того, что если боевые действия развиваются не так, как нужно, значит, необходимо срочно произвести замену руководителя. 21 августа 1941 года Гитлер подписал директиву о том, что главной целью летней кампании должен стать не захват Москвы, а оккупация Крыма и Донбасса. Немцы стремились окружить и окончательно разгромить юго-западную группировку советских войск. Гитлер приказал перебросить 2-ю танковую группу Гудериана с западного направления на юг Киеву. Остановить Гудериана Сталин поручил своему любимчику, участнику гражданской войны, генерал-полковнику Андрею Еременко. Сталин очень привязался к анармейцам, тех, кто был в первой комнате, в частности, и Еременко тоже. И вот когда Еременко в июле 1941 года ему сказал, я этого подлеца Гудериана разобью и привезу в плен. И вот Сталин говорит Василевской свидетельке, вот человек, на которого мы должны положиться. Ничего не получилось у Еременко. Сталин сплошь и рядом делал ставки не на тех людей. В начале сентября немцы подошли к Киеву. Жуков просил Сталина разрешить вывод войск из города. Только так, по его мнению, можно было спасти армию. Но Сталин считал, что Киев нельзя сдавать ни при каких обстоятельствах. Жуков был смещен с поста начальника генерального штаба. В начале сентября немцы начали операцию по окружению советских войск под Киевом. 15 сентября кольцо вокруг города замкнулось. В плен попало 450 тысяч человек. Киевский котел стал крупнейшим в мировой военной истории. Город был оккупирован, а основные немецкие силы продолжили наступление на Москву. На подступах к столице была построена Можайская линия обороны, проходящая через Волоколамск, Можайск и Малоярославец. За три месяца более 50 тысяч человек выкопали 170 километров противотанковых рвов и оборудовали около 800 огневых точек. Но остановить германскую армию на этом рубеже так и не удалось. 3 октября без боя пал Орел. 6-го немцы вошли в Брянск. 13 октября они заняли Калугу и Вязьму. 14-го – Тверь. В окружение попало свыше полумиллиона советских солдат. Сталин находился на грани нервного срыва. Управляющий делами правительства Чедаев вспоминал. «Сталин ходил поспешно по кабинету с растущим раздражением. Это событие просто ошеломило его. Я еще не видел товарища Сталина в таком состоянии. Он был потрясен, гневен, крайне возбужден». Тем временем передовые части вермахта стремительно приближались к Москве. Немецкие бомбардировщики совершали регулярные налеты на советскую столицу. Отдельные бомбы падали прямо на Кремль. Некоторые попали в здания ЦК и Генштаба. От разрыва фугаса в кремлевском арсенале погибли 92 человека. Бомбы взрывались прямо у Спасской башни и царь-пушки. Одна из них разорвалась в сквере возле оружейной палаты, выбив стекла в здании правительства. 15 октября, когда до Москвы немцам оставалось чуть более 100 километров, Сталин начал готовиться к эвакуации. 15 октября 1941 года была прорвана Можайская линия обороны, и в городе началась паника. И 15 числа комитет обороны дал распоряжение об эвакуации в столице СССР города Москвы. Первым пунктом там было сказано, что вывести иностранные миссии в тот же день 15 числа. 15 числа вывести ЦК и правительство. А в Берии в четвертом пункте была поставлена задача все, что не смогут вывести, все уничтожить, взорвать, метро уничтожить. В общем, все, что возможно. 21 октября принято решение, и оно оформлено документально, о создании запасного командного пункта на территории Куйбышева, нынешней Самары, в простонародье, называющей бункер Сталина. По городу поползли слухи, что советское правительство покинуло столицу. В Москве началась паника. По данным военной комендатуры, почти 800 руководящих работников бросили свои предприятия, прихватив с собой полтора миллиона рублей наличными деньгами и угнав около ста легковых и грузовых машин. В эти же дни около тысячи членов коммунистической партии уничтожили свои партийные билеты. Побежали все в здание ЦК, там валялись пачки несожженных документов. 120 пищевых машинок. Бежали, пытаясь схватить самое ценное, чемоданы. Поезда КВД не пускало с вещами, практически никого. Лебедев Кумач, известный поэт, написавший стихи, кстати, огромные, притащил две машины партийсей. Его не пускали, он двое суток крутился, не мог уехать, в общем, мутился разумом даже. Согласно третьему пункту постановления об эвакуации, Сталин должен был покинуть город 16 октября или позднее. Для него уже был подготовлен специальный бронированный состав. Есть свидетельство, что Сталин в последнюю минуту отказался от этого плана, когда он стал сам свидетелем паники в Москве. И он поехал ночевать на дачу, а из дачи едет и видит, как толпа грабит магазины. Что такое? Он остановился, подошел. Они продолжают держать там эти колбасы, все. Он это все увидел, поговорил с ними. Москву не сдадим. И водителю говорит, пока жив, из Москвы не выйду. Уже готов эшелон вывоза правительства из Сталина в Куйбышев. Нет, нет, все-таки я остаюсь, я буду здесь до последнего. И он не уверен, что это все удастся. Вернувшись в Кремль, Сталин потребовал немедленно навести порядок в городе. 20 октября комитет обороны объявил осадное положение, ввел комендантский час и постановил расстреливать на месте всех провокаторов, дезертиров и мародеров. Сталин поручил Жукову срочно разработать новый план обороны Москвы. Именно в этот момент пришло спасительное известие из Японии. Советский разведчик в Токио Рихард Зорге телеграфировал, что японцы не планируют нападать на Советский Союз. Вот тут пригодился Зорге, вот тут пригодился Зорге, потому что Зорге дал сообщение о том, что Япония не выступит. И тогда сибирские дивизии, так называемые на самом деле дальневосточные, были переброшены на спасение Москвы. Прибытие сибиряков спасло советскую столицу. В начале ноября немецкое наступление было остановлено. 6 ноября Сталин выступил перед членами Политбюро, портактивом Москвы и военными на станции метро «Маяковская». Предпринимая нападение на нашу страну, немецко-фашистские захватчики считали, что они наверняка смогут покончить с Советским Союзом в полтора-два месяца и сумеют в течение этого короткого времени дойти до Урала. И эти люди, лишенные совесть и честь, люди с моралью живота, имеют наглость призвать к уничтожению великой русской нации. Наций, Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Линьки и Чайговского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суорова и Куковова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народом месяца. Что же? Если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Сталин еще и перед войной считался, конечно, полубогом. Сталин – наши дела, Сталин – крылья орла, Сталин – воля и дух миллионов. Поэтому ждали выступления Сталина, любое выступление Сталина. Он был, надо сказать, нещедр на эти выступления. Выступал только, когда действительно это было необходимо. Такая вера была, что Сталин – это единственная опора, и не просто вождь и учитель, но это лидер, которому можно было беззаветно служить и доверять. Но это не снимает того, что многие были недовольны не только Сталином, но и советской властью, и раскулаченные, и большая прослойка советского населения находилась в тихой, так сказать, оппозиции, молча, кляняя и Сталина, и советскую власть, и все, потому что многие потеряли все. Поэтому, говорит, что вся страна, как в едином порыве, там все 220 миллионов, конечно, и 180 миллионов, конечно, нельзя, но большая часть, конечно, за Сталина. На следующий день, 7 ноября, на Красной площади состоялся парад по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. До последнего момента проведение парада держалось в тайне, а участники марша думали, что их подразделения готовят для отправки на фронт. В параде участвовало почти 30 тысяч бойцов, 140 орудий и 160 танков. Батальон тяжелых танков КВ прибыл на площадь прямо с завода. Надо сказать, парад 7 ноября – это было нечто, что до сих пор производит впечатление на людей незнающих. Как действительно стоят немецкие войска в десятках километрах от Красной площади, и идет парад? И Сталину же тогда задавали вопрос, а если, говорит, немцы будут бомбить Красную площадь, трупы убрать, а парад продолжать? И, прежде всего, гласность. Он с мавзолея сказал, говорит, а микрофоны включили? Да, говорит, товарищ Сталин Власик, отвечает, да, включили. АПЛОДИСМЕНТЫ Враг не так силен, как и изображают некоторые перепуганья интеллигентики. Не так страшен черт, как и он болеет. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского. Пусть в неменина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворов, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого времени. Конечно, это произвело колоссальное впечатление. Не даром Зоя Космотемьянская, умирая, говорила, «Сталин с нами, Сталин придет». Это уже после выступления 7 ноября. В начале декабря Красная Армия перешла в контрнаступление под Москвой. Впервые за полгода войны немецкие войска отступали, неся большие потери. Это была первая победа над армией, которая покорила почти всю Европу. К зиме 1941 года Сталин стал более внимательно относиться к планированию военных действий. Он вызывал к себе командующих фронтами и лично пытался разобраться во всех деталях военных операций. Он почему разбирался во всех тонкостях, вернее, деталях в ведении боевых действий? Потому что буквально уже с осени 1941 года он не просто вызывал, допустим, командующих войсками фронта. Перед этим он вызывал офицеров из генерального штаба, как рабочий орган Ставки. Причем среднего звена майоров, подполковников, которые за каждый определенный участок на фронте, там, в масштабе корпуса, может быть, даже дивизия отвечал. И они ему подробно докладывали четкую обстановку на этом участке. И когда прижал командующий, тот фронт, он задал такие вопросы, что он поражался просто. Откуда Сталин мог знать так досконально обстановку и действия советских войск на том или ином участке? Очень требовал, чтобы точность информации. Малейшая неточность. Он очень сурово реагировал. Один раз ему пришло сообщение, что захвачено 100 орудий. Сталин решил уточнить. Выяснилось не 100, а 10. Причем из них 6 – это неисправное. Разнос был фантастический. Сталин говорил, как так? Ну, понятно, девчата с телеграфа могли перепутать. Но начальник кто составлял? Вот это начальник управления. Значит, он ничего не понимает. Убрать его, убрать из штаба. Приближенные Сталина отмечали, что он не допускал критики в собственный адрес, но при этом позволял своему окружению высказывать мнение по тем или иным военным вопросам. Маршал Жуков впоследствии вспоминал. Как и убедился за долгие годы войны, Сталин вовсе не был таким человеком, перед которым нельзя было ставить острые вопросы и с которым нельзя было спорить и даже твердо отстаивать свою точку зрения. Единственный человек, который вообще мог с ним полемизировать на любые точки, вплоть до крика переходя – это, конечно, товарищ Молотов. И Сталин понимал, что когда вокруг восхваление личности, когда все перед собой лебезят, вольно или невольно, понимая величие Сталина и в то же время вот эту жесткость диктатурную, он понимал, что и ценил это Молотович, что надо какой-то противовес иметь с тем, что иногда он же тоже человек вовлечется какой-то идеей, она не совсем верная, ему нужно противовес. В этом случае, конечно, играл большую роль Молота. Рабочий кабинет Сталина, где проходила большая часть совещаний, был подробно описан их участниками, из воспоминаний Жукова. Это была просторная, довольно светлая комната. Слева и справа на стенах портреты Маркса, Энгельса, Ленина. Во время войны появились портреты Суворова и Кутузова. Жесткая мебель, никаких лишних предметов. В глубине кабинета, у стены, рабочий стол Сталина, всегда заваленный документами, бумагами, картами. В течение суток Сталин три раза обращался к штабу, чтобы уточнить состояние на фронте и дать соответствующие директивы. С десяти до одиннадцати часов он звонил первый раз. С семнадцати до восемнадцати – это второй был уже разговор со штабом. А в полночь к нему приходили с картами. С двенадцати до четырёх, до пяти, а то и позже, продолжал работать над всеми документами. И потом, где-то даже или с шести до семи, проводил телефонные переговоры с руководством страны. И после этого только ложился спать. И спал он до одиннадцати часов. То есть практически четыре часа, не больше. К началу января 1942 года немецкие войска были отброшены от Москвы на расстояние от ста до двухсот пятидесяти километров. Было полностью освобождено Подмосковье, Тульское и Рязанское области. Сталин рассчитывал на то, что война может закончиться в ближайший год или два. В день Красной армии 23 февраля 1942 года он заявил, что этот год станет годом окончательного изгнания немцев с советской земли. Сначала Сталин не очень хорошо разбирался стратегией, переоценивал свои возможности. Сталин говорит, еще годик, еще полгодика, и гитлеровская Германия рухнет под тяжестью своих преступлений. Переоценка. И ладно, это лозунг, хорошо, но ведь был составлен план наступления на всех фронтах. И в результате силы были распылены, нигде успеха не было. В мае 1942 года по приказу Сталина началось крупное стратегическое наступление Красной армии под Харьковом. Две группы армий планировали окружить 6-ю армию Паулюса, которая расположилась в городе. В бой были брошены 640 тысяч солдат и 1200 танков. 17 мая немцы двумя массированными ударами рассекли оборону Красной армии и вышли ей в тыл. Главнокомандующий войсками юго-западного направления Тимошенко и начальник генштаба Василевский просили Сталина срочно разрешить отступление советских войск. Но Сталин такого разрешения не дал. Спустя неделю ударные части Красной армии были полностью окружены. В немецкий плен попало около 250 тысяч человек. Поражение под Харьковом открыло немцам путь на Волгу и Кавказ. Гитлер поставил цель взять Сталинград и захватить нефтяные районы Закавказья, чтобы обеспечить армию нефтью. 7 июля немцы взяли Воронеж, 23-го – Ростов-на-Дону. К началу августа вермахт подошел к Сталинграду. В эти дни в Москве Сталин впервые встретился с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Тут сообщил, что в данный момент союзники не готовы открыть второй фронт в Европе. Помощи ждать было неоткуда. Это положение было отчаянное. В 1942 году резервы кончились. И Сталин после переговоров с Черчиллем Бережков записал, подошел к карте и своей здоровой рукой обвел индийский субконтинент. Говорит, нам придется эмигрировать. Молдов говорит, неужели дело до этого дойдет? Но в Англию я не поеду, я уже там был. А вот в Индию, в Индии… 3 сентября советские войска вступили в ожесточенные бои с немцами на улицах Сталинграда. Битва за этот город стала самым кровопролитным сражением Второй мировой войны. За 200 дней боев немцы совершили более 700 атак. На город было сброшено свыше трех миллионов бомб и снарядов. В результате бомбардировок Сталинград был полностью разрушен. Благодаря вовремя стянутым резервам, к зиме советская армия нанесла контур-удар и окружила армию Паулюса. Это сражение изменило ход Второй мировой войны и положило конец планам Гитлера о мировом господстве. После Сталинградской битвы Сталин впервые задумался о восстановлении некоторых традиций русской императорской армии. В начале 1943 года были введены погоны, упраздненные после Октябрьской революции. В Красной армии были сформированы гвардейские дивизии и в обращении к красным командирам было реабилитировано слово «офицер». Были учреждены новые награды – ордена Александра Невского и Богдана Хмельницкого, Суворова и Кутузова, Ушакова и Нахимова. В августе 1943 года было также принято решение о создании суворовских военных училищ по образцу старых кадетских корпусов. Он понял, что хоть и кричали бойцы за Сталину, за родину, но за идею коммунизма вряд ли весь народ будет обоевать. И он понял, что нужна какая-то национальная идея. И эта национальная идея, она как раз находилась там, в тех славных подвигах российского народа и российских полководцев, которые нужно было поднять на щит. Он это сделал. 6 марта 1943 года Сталину было присвоено звание маршала Советского Союза. С этого времени он стал носить военный мундир. Сталину предлагали принять высшее военное звание генералиссимуса. Однако это звание он получит только после окончания войны. Вообще он по жизни был достаточно скетичен в отношении к одежде, в отношении к быту. Он не требовал никаких там роскошств, излишек. Он надевался в парадную форму только на торжественных случаях, на годовщине или на приеме иностранных послов. У него же было не меньше орденов и два ордена победы, кстати, у него было. Но он их никогда не носил. И других орденов у него, и иностранных у него было. То есть у него весь китель был бы увешан орденами, но он их не носил. Не из стеснения, просто ему было некомфортно. Он рос в очень бедной семье. Врачи не могли вызывать. Лечили кое-как. Сталин был жертвой болезней с детства. Больные ноги. Результат того, что наехал Фаэтон когда-то на группу певчик, среди которых был Сталин. На какие, говорит, выкрутасы не шли, чтобы ему заменить обувь. Уже они разваливались и забирали наконец. Родственница его пишет, что, говорит, вечно, говорит, уже холодно, а он все еще в плаще ходит. Он вот не очень быстро менял эту одежду. Летом 1943 года в битве на Курской дуге Красная Армия нанесла немцам еще одно тяжелое поражение. 12 июля под Прохоровкой состоялось крупнейшее в истории танковое сражение. В нем участвовало более тысячи боевых машин. Ценой огромных потерь гитлеровцы были остановлены. Вермахт окончательно потерял инициативу. В августе 1943 года Красная Армия приступила к освобождению Украины. Эта операция имела огромное стратегическое значение и открыла путь к дальнейшему наступлению советских войск на Румынию и Польшу. Окончательный разгром нацистов стал делом времени. Теперь, когда Красная Армия приступила к освобождению Европы, западные союзники начали готовить открытие Второго фронта. Этот вопрос лидеры Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании обсудили на конференции в Тегеране, которая началась в ноябре 1943 года. Сталин первый раз почувствовал себя пассажиром в самолете. Это во время перелетов на Тегеранскую конференцию. Поездом они добрались до Баку, а оттуда через сборный массив надо было лететь. И те лица, которые его сопровождали, вспоминали, что когда началась воздушная болтанка, он, конечно, побелел, вцепился руками в ручки кресла. Это было, конечно, событие. И после этого, видимо, с его подачи, политбюро принимает специальное решение, чтобы он никогда не летал на самолете. За годы Второй мировой войны Сталин трижды представлял СССР на международных дипломатических конференциях в Тегеране, Ялте и Подздаме. В результате этих встреч Сталин и советские дипломаты добились права на выплату репарации для Советского Союза и приняли участие в создании Организации Объединенных Наций. Сталин, конечно, был главным дипломатом, главным переговорщиком в Ялте, как, впрочем, и в Тегеране тоже. Причем он вел эти переговоры мастерски, как все это начали. У него никаких бумажек никогда не было. Но он был всегда в курсе всех вопросов, хорошо очень подготовлен, гораздо лучше, чем его, так сказать, партнеры. Даже начальник генерального штаба Великобритании Брук, ненавистник Советского Союза, в общем-то, говорил, что у Сталина единственным из Большой Тройки у него военный склад ума. Он мыслит, как военный человек. 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся Парад Победы. Разгром гитлеровской Германии был достигнут ценой колоссальных усилий и жертв советского народа. Роль Иосифа Сталина в достижении Победы до сих пор является предметом дискуссии. На разных этапах войны его решения приводили как к военным успехам, так и к серьезным катастрофам. Вероятно, это понимал и он сам. 24 мая 1945 года на торжественном приеме в Кремле Сталин произнес знаменитый тост за русский народ, в котором сказал, «Были у нас моменты отчаянного положения. У нас были ошибки. Первые два года наша армия вынуждена была отступать. Однако русский народ верил и надеялся, что мы все-таки справимся. Вот за это доверие, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое. За здоровье русского народа». Роль Сталина в достижении Советского Союза Победы – это огромный вклад. Это же политический деятель всемирного масштаба. Его боялись Черчилль и Рузвельт. Благодаря ему во многом была создана Организация Объединенных Наций. Благодаря ему было названо преступным нацистская Германия, фашизм, и создан такой духовный мир в конце войны, и все меры, чтобы никогда не возродился этот фашизм. Поэтому говорить о нем либо в черном, либо в белом, конечно, нельзя, как и в любом деятельном. Но то, что он внес вклад большой и останется навсегда в истории – это абсолютный факт. После 1953 года в СССР были демонтированы почти все памятники Сталину, а также переименованы города и улицы, названные в его честь. Единственный памятник Сталину в форме генералиссимуса на территории СССР был установлен на его родине в грузинском городе Гори. По приказу президента Грузии Михаила Саакашвили этот монумент был снесен в 2010 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...